всем привет продолжаем заниматься генеральской победой будет у нас все таки еще одна серия по кузовне а именно сегодня будет серия по геометрии кузова как вы можете заметить он Андрей посними жопу ей очень сильно она поведенная вся морда провисшая тоже спасибо моему подписчику мне там писал что морда у них ломается падает да есть такое там у нее излом я еще не мог сразу понять почему крылья так стоят зазоров нету короче будем заниматься геометрией кузова будем править и подгонять зазоры мало-мальски в общем вот такая будет сегодня серия ну я сейчас маленько тут еще доварю осталось эту стойку и заднюю дверку подворить такой сегодня еще и денек офигительные купительный жарко наверно будет но сейчас постараюсь до обеда доварить и как говорится это займемся кузовщиной ладно не переключайтесь я думаю будет интересно так мы все доварили вот мы давайте посмотрим перед тем как распрямлять где чё тут как было посмотрите зазоры по дверям сразу обращайте внимание видите вот но морда значит у нас поднялась по дверям здесь с этой стороны более-менее нормально эта сторона более-менее по этой стороне еще вот что показал стойка видите она как стоит даже эту дверь закрываем все равно сильно она туда утоплена должна быть заподлицо с дверью будем пробовать давить стойку здесь мы зазор более-менее подогнали тоже была дверь на внахлёст тут более-менее с этой стороны нормально сама сразу здесь вот иди сзади покажите видите что творится лонжерон ушел вот сюда сейчас начнем вот именно с него потому что багажник у нас не закрывается сюда не ложится туда в плюс короче вот такая вот загоним этот гараж потому что в нем там нам будет проще ее упереть здесь здесь более-менее тут нормально там получается задняя дверь здесь передняя наоборот дверь упирается тоже косяк здесь по ходу придется закрывается трет везде по стойке он трет снизу короче тут уже на как крышу меняли дотянули что ли короче будем давить пробовать переднюю стойку вперед ну или задняя в чем уйдет также вот по капоту еще тут также будет морда сложилась по капоту уже видно что можно сложилось здесь вот он уперся и лежит а здесь приподнялся соответственно вот так стоит сейчас можно тут еще показать не знаю тут они будут непонятно по этим местам ну в общем видите лонжероны они держатся довольно так нехорошо они держатся я бы сказал здесь вот укосины как бы они есть на фартуках но вот здесь вот все прогнило вон видно даже дыры кстати салона надо еще варить будет и соответственно все туда продавило по нормальному надо было сюда сделать укосины не такие хлипенькие так вот на волге что-нибудь я думаю пожестче в принципе здесь как бы место это позволяет и с той стороны да позволяет и рулевая колонка с другой стороны опять же куда они тут упираться будут вообще как бы они есть он ведь в углы упирается только тут углы прогнили вот как раз поэтому вот нам сейчас придется лонжероны опускать вниз как мы будем опускать ты знаешь туда чурки охадывать балку да туда две подпорки и две чурки нет надо не в лонжероны упирать где-то там под середину кузова где у них тот конец лонжерона задний в общем сейчас я думаю вы увидите будем помаленку показывать будет такая вот сейчас часть у нас не знаю сколько мы это все займет у нас по времени хорошо бы сезали не управились ну что-то мне с трудом верится давайте начнем с самого интересного и попрем уже дальше вот еще такой общий план смотрите как она морда поднялась и не сейчас хорошо видно там заднюю дверку не обращайте мы подправим ее маленько камп раз примен там загнули тоже видишь тоже видно да что неправильно это ну это ерунда там просто жестянку подогнуть заново в общем запомнили какая она была ну и в конце части посмотрим какая она будет также выгоним на улицу и уже посмотрим чем у нас получилось что не получилось ладно все хорош ля-ля хоть хоть и делать подставку отсюда от это крепление на лонжерон упирается салон и посмотри и что площадка в вареную садят но то хорошо в нем вареную нифига ну такие листы тройками тут фиг оторвешь зря вот эти по и про днище бомбили что мы по ржавчине не покрасили вот это все она ржавчина она еще как консервант получается краска по ржавчине она запаковывает просто и и получается ржавчина не будет ничего там гнить и в любом случае днищем она всегда пескострует на бок положить машину дно у него хорошем состоянии так посмотри вот это вот идет в этот в принципе надо в тот бок за ищи давай нас подставим сначала потом будешь Надо вот сюда ставить, вот под жопу ей, потому что она проседает. Садиться надо, чтобы он перекашивал. Открывай. Вот. Все хорошо. Вот. Гнется. Гнется. А, нет, перед подниматься. Вот жиром, короткнул. Перед подниматься? Да, колесо подниму. придется на еще пересе в потолок упирать поэтому зазор ушел с этим зазор немножко смотри здесь не стало нам помнишь здесь было плотным а если упрямым сразу хоп вылезть да короче снимаем капот почему можно гаража загнали ставим туда бакулки морду морду тоже надо распирать идут ой прям как хорошо идут аж крылья вперед уходит здесь разрывается короче мы один зайцем всех убиваем что одним ударом ножа передаю чуть-чуть а и надо больше не просто машина на бак чуть-чуть наклонилась надо сейчас это вот так надавить все лонжероны простучать молотком что-то крыша мне кажется ушла но она немножко да я потянулся стекло из салона лонжероны побить здесь разорвалась или было так там было трещина чуть-чуть побольше стал да здесь она разрывая сначала сделать вот эту фигню надо отрезать этот болт или открутить его кровь прикрутили она сейчас не дает покажет такси постоит моих под этот ну-ка подойдя здесь посмотрю где тут эти ровальнина было года она правильно там усилитель лопнула вообще мне вон она все лонжероны ушли сюда здесь усилитель-то сюда правильно на морду сюда это короче еще жопу нам тут предстоит сварка давайте пробуем отпустить я наверно а вот туда надо было повыше зачем давай держишь там здорово механика там у себя убираю надо пока правильно девается Ай, Андреянович, нифига Как сварили, видишь, криво Жопа, видишь, так и поведен Уже эта часть? Ну, конечно А если ее надолго поставить И простучать вниз Да я стучал, там, походу, придется лонжероны резать Видишь, ее заварили Ну что, были тут специалисты кузовщины Типа Виталия Какофки Жалко нет, Виталия, какофки Короче, кузова тут жопа полная, конечно Сейчас нам только остается Ну, это мы и так знали, в принципе Остается нам маленько подогнать зазоры Тут, оказывается, еще и вот эта стойка сюда ушла Как бы надо по-нормальному вообще Всю жопу туда завернуть Но это нереально просто сделать В общем, что мы сейчас делаем? Покажи Отрезаем сейчас вот эту всю сварню Вот здесь режем эту перемычку Отрезаем, ну вот здесь ее можно отрезать Чтобы у нас вот эта часть отцепилась Также вот этот угол я прямо вот так вот выпилю целиком Вот эту порнографию и потом сюда новую листью сделала Ну и будем уже туда маленько освободиться у нас Будем туда уже пробовать Что-то оттягивать Просто вот эту сторону У нас крышка сейчас багажника вот туда налазит Если ее ставишь Здесь более-менее совпадает По верху совпадает Но здесь тоже, здесь наоборот зазор, кстати, получается Вот такой же, блин, как там налазит Короче, что-то... Ну, крышку ладно Крышку можно подогнать В общем, вот будем сейчас резать И пробовать еще давить Ну и также сейчас там передок раскрутим крылья Чтобы у нас он отходил куда морду Там тоже по морде надо будет Ну там, ладно, морду чуть позже займешься Сейчас жопой закончим Тоже все варить придется там Морду когда отдай Может мы даже потом перегоним наоборот, да, сюда Ну, чтобы на свету тут лучше было видно Давайте, короче, резать будем Ну, все Ну, они крылья за счет этого дерзали Но он, факт, правильно двигается Не знаю, как его тут усиливать будем За счет эти дыры Ну, тут, вон, видишь, дырка Вот этот упор идет Она есть укосина, видишь, у него получается Она слабенькая, не укосина А слабенький кузов там Надо внутри его будет сейчас там весь тоже усиливать Проваривать Но это когда мы это маленько позже Когда мы морду уже опустим, выровняем Тогда этим займемся Короче, похоже, видео будет не на одно Не на один день я чувствую Так, а что я ложу? Пошли туда, лезем Пошли туда, лезь туда, лезь туда, лезь туда, лезь туда под ôмой Добавляем сливочное масло. 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 Можно, кстати, перфоратором было бы рубануть. Добавляем сливочное масло. дохода будем расшивать хватит он здесь как раз я думаю должен согнется похоже на укройка что там все пропилила я пробую возьми надо надо подержи что там а 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 почему крыша то а 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 и Пилить? Пилить! Выходай масло! Че пилить? А че пилить? Надо его тут протелить и все Пилить! Пошла бы вся! Не шикарно убери! Короче, надо было просто отпилить Тут даже передняя подпорка не у нас сейчас будет Давай пробуемся Фига как держит, да, хорошо? Жесткость такая Качай Качай! Качай! Хорош! Вот так его у нас стоит Ну вот примерно так и надо будет сварить Не дотянули все Приварили к херам собачек Во! Что-то что-то Все с тобой Все что требуется доказать Не так уж тут Страшно было Надо сейчас вот сюда Блосину варить Вот эту полугруглую По сути все будет держаться Внутри еще вот это место Нормально Это нормально А сейчас Чтобы у нас в этом месте Зафиксировали Какую-нибудь это Мне надо сюда перемычку Попробовать Вот сюда хотя бы В это место Она уже не даст Ей уйти Все, давай сюда что-нибудь вставим Кусочек какой-нибудь И переварим Чтобы зафиксировать Еще померить надо Капот Потому что Можешь еще здесь Что-то Подрегулировать Сейчас она видишь здесь Как хочешь Можно все Регулировать Кант еще не дать Кант пиздец Ну его надо сейчас Вот обрезать Вот так вот У него полосин там Вот здесь резать Заново обрелать И делать желобок Не, да он идет Желобок Вот этот Вот она есть Просто надо вот эту Гневушку убрать Вот эту вот часть Понял? У него есть там что-то Он как швеллер идет Он б-образный Здесь толстая Здесь толстая Да, да, да Просто вот эту гнильцам убрать Да тут немножко вот До сюда где-то И тот так же Да, да, да Я думал это один Да нет Это один металл Второй это сгнил Который это крыло Кузов Это мы сейчас поправим Вот этим вот Попробую опустить его Мне кажется он сейчас никуда не уйдет Ну-ка попробуй сейчас Сколько он опять Вернется Давай-давай Пускай Ну-ка дай и побольше Что туго пошел? По-моему что его сейчас ломать начал Ну по идее должен вернуться Чего проба? Нет нет, подожди еще мало Не нравится Я надо хотя бы постучать по нему Вижу там заварят Там вместе Вернется Не надо больше Она прям чтоб он хрустанул все хорош постучи за по нему внутри залез хотя не не надо стучать ну-ка пусть и опускай все воде до конца не опусти говорю до конца но он принципе это отжал вот смотри сколько и сон полу остался на каком уровне но это маловато ну-ка дай-ка посмотрю надо под морду поставить да еще немножко в принципе давануть и он так и останется его не надо потом ничего будет делать она короче все понятно сейчас додавливаем да нет пускай немало давай еще качать качай а не надо ничего распиливать надо вставку сюда сделать чуть-чуть запасе компросто суда вварить надо все миш хорош пускают так пока вообще давай побольше напрягай пусть он постоит чуть-чуть еще качай еще у тебя уперлась андрюс а они поднимаете укачай качаем качай качай к больше ович захрустел сейчас он отогнется давай еще маленько хорош вот ну-ка теперь пробую опустить мне как сейчас нормально роб стоп чуть-чуть прижмем миш закрутить топ все чуть-чуть все вот все так пока пусть стоит сейчас надо там прихватку делать миша входи вообще как бы еще надо чуть-чуть а может и хватит она бы сейчас померить бы капот багажник вернее в принципе вот даже по креплением если смотреть по заднюю он я на сейчас ровнее стало ну как бы надо еще чуть-чуть ну-ка качника еще разочек мешать но он хрустнул хорошо прям еще можно вот так то на хватит мне надо варивать он подымается короче вот так участник попробуем когда тащишь на бой и крутить чувак Продолжение следует... 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 придавить, а здесь постучать. Давай попробуем гидравликой, может, получится. Надо оттуда поддавить, Андрюша, залезь. Так, короче, мы так еще отдавляем немножко, потому что у нас сошлось, лонжерон ушел от брата. Ну что, здесь мы победили. Зазор ведет. Ну да, тут они такие еще не супер-гупер здесь, конечно. Вообще тут непонятно. Здесь будем резать, тут будет работа по сварке. Самое главное, мы по кузовщине здесь закончили. Выдавили все, доваривать еще много. Это, я не думаю, смысла нет в эту серию. Здесь надо все варить, там проварить. Это все провалится. Здесь у нас, можно сказать, готова жопа. Теперь у нас идет следующая проблема. Давайте, наверное, вот эту стойку сейчас попробуем подправить. Боковую. Дверь закрывается, но у нас видно, что утоплено. Видите, стойка. В самом деле на этом подправим. Будем сейчас сдавить из салона, получается, сюда. Попробуем выдавить эту стойку. Ну и останется напоследок у нас передние лонжероны. Ну и, соответственно, там стойка та должна уйти. Та дверь у нас еще. Как бы, с багажником мы мало-мальски разобрались. А если их давить вот так? По диагонали. Да нет, мы сейчас попробуем в этот тоннель. Вот прям, видишь? Тоннель вот сюда. Давай сейчас сюда соберем. Нет? Она здесь. Что-нибудь покороче. Конечно, дороги бронированные. Ну, идёт потихоньку, идёт. Может, хватит? Ещё. А? Ещё. Да, на переднюю дверь не закрывается тут ещё. Чё? Пойдёт. Да, ты не забывай, она ещё отпустится. Ну-ка, отпусти. Давай. Смотри, много уйдёт, нет? А-а. Чуть-чуть ушло. Пойдёт? Ну, по задней вот. Чуть-чуть ещё можно. Посмотри. Ну, давай, сам посмотрю сейчас. Дай-ка. А ты как смотришь вообще? Нет, Андрюш, а ты мишу по этой стойке, ты имеешь вот здесь? Да, мы стойку не выдали, у нас шарнир вместе идёт. Тут-то так и останется. Нам вот надо по этой двери смотреть. Да, в принципе, нормально. Вот она вышла, стулишь она. Здесь-то она тут надо шпаклевать придётся. Вот от этого места. Она и была здесь шпаклевана. Мне кажется, нормально. Порог здесь ближе стал, видишь, они здесь в один ряд сошли с двери. Да. Ну, тут чуть-чуть надо кант сюда подогнуть. Ну, и тут вниз, но это мы с доделаем. О, блин, стойку победили. Всё, считай, больше ничего не надо. Здесь просто заваливать придётся, здесь ничего не сделаем. Здесь надо было, конечно, вот эту накладку я варил. И надо было её немножко выгнать больше. Чуть-чуть я неправильно сделал. Ну, ладно. Будет шпаклёвка держаться, здесь стойка крепкая. Единственное, вот её ещё сама стойка, видите, как зазор здесь нехорошо идёт. Здесь дверь налезла. Так, а если мы саму стойку туда чуть-чуть? Ну, что у нас будет? Вот здесь зазор, где есть запас? Ни хрена нету, да? Здесь вот эта арка, видишь, неправильно свалена. Чуть-чуть ниже идём здесь. У них вот этот порожек идёт как раз вот тут. Ну, это ладно. Мы делаем оживление, не полную прям реставрацию. Нормально? Нормально. Здесь маленько кант сам и догнутый на двери. Здесь кант на двери и догнутый. А здесь, в принципе, навалить шпаклёвочки. Можно попробовать, конечно, здесь заморочиться это. Вырезать? Вырезать всё-таки этот кусочек и заново обварить. Его надо вот такой бугорочком или где-то вот даже вот отсюда начать. Вот от шарнира, от этого. Ладно, посмотрим. Тем более здесь, скорее всего, придётся резать стойку саму, видишь? Здесь, наоборот, надо кант сюда отбить. А здесь, наоборот, сюда подбить. Потому что, если мы сейчас доманим стойку туда, она у нас и так дверь налазит. Шарнир идет там. Да. Короче, придётся ещё со стойкой работать по сварке. Всё, главное мы эту геометрию сюда. Ну вот она выделилась, видно. Сжигнулся, да, порог? А пороги здесь тоже надо что-то потом думать. Какой-то надо новый порог вот так делать. Всё, здесь потянет. Понял, что стойка туда идёт. А, ну дверь переднюю, не знаю, что я с ней буду. Так, ну а дверь передняя, подождем. Если мы сейчас будем морду давить вниз, у нас теоретически пойдёт туда вся эта шляпа. Не понятно. Почему? Там лонжероны будут уныться и всё. А лонжероны за собой будут тянуть и стойку вот эту. Ну, видишь, что железяка приварена, боковина. Они потянут стойку. Не, мы дали не подвеску, не переживайте. Вообще, как в фольге. Ну что, идёт там морду? Там лонжерон всё, ушёл уже. Вот так, наверное. Да? Вниз прям? Да, разогнул всё. Ну, подверянку особо незаметно. А, ну вот он встал здесь на месте. А там жопа что-нибудь не загнулась? Ну что? Ну как это? Я сейчас залезу в яму. Вон подпорки стоят, тут лонжероны. Покачай маленько, я посмотрю здесь. А, ещё лонжерон, кстати, сломанный. Качать? Можете камеру дать? Вот так мы здесь уперли лонжерончик. Надеюсь, маленькую вот одну доску неправильно мы сделали. Короче, тут ещё лонжерон вот сломанный, смотрите. Не знаю, видно он будет, нет? Трещен. Ну-ка давай. Он приседает, но он не гнётся ещё пока. Вот так вот сейчас только пошёл. Вот трещина начала расходиться. Всё, хорош, подожди пока. О, победа занижена. Победа занижена. Победа занижена. Надо всё, знаешь, что Андрюш? А-а-а. Вон туда залезть надо в салон, сейчас бы залезу. И подолблю он по этой шляпе. А, кстати, я не знаю. Иди-ка, проверь эту дверку. Вот эту правую. Что с ней случилось? Всё, так же налазит? Так же, да? Здесь стойку приварили неправильно. Короче, значит она у нас не влияет здесь. Хорошо ушёл. Хорошо. С учётом, если сейчас стойку туда подать, вот этот зазор уйдёт. А, ну вот оно ушло вперёд. Так, ну-ка, теперь давай пробую, пускай я посмотрю на крыло, понаблюдаю. Посмотрим, до куда она пойдёт. По домкрату-то немного подняли. Давай ещё, ещё. Вроде всё. Всё второй. Нет, давай ещё раз напрягай, как было. Посильнее. Я сейчас постучу. Ну да, морда хорошо идёт относительно кузова. Тут ещё приварили всё, видите, вот они упоры. Всё. Всё, хорош. Пускай вот так. Так, так, так. Короче, по-нормальному здесь надо заваривать всё. Я не знаю, мы сейчас не переборщили, да? Нет, я думаю, навряд ли мы переборщили. Что делать? Я думаю, варить надо, наверное, сразу, да? А смысл тут больше? Ну, видишь, вот эта перемычка, вот она, видишь? Она ещё и сама перемычка, её не туда приварили. По фартуку, вот она приварена. Короче, ладно, будем сейчас подбивать сюда и пробовать, наверное, вот здесь заваривать как-то. Попробовать вот этот металл сюда выгнуть и заварить эту трещину. Сейчас пойду скучать, короче. А? А? Нет. Чё, много пробил? Чё. Чё, намного? Нет. Ну, тут пиздец, короче. Я не знаю, как, но надо эту стенку усиливать. Что, не там? Там, там идет Там не бьет? Да Еще полсантиметра А самым жиром не притянет? Верь выше Выше? Да Тут моторчик, блин, мешает Вот как вот так, да? Во Еще Еще А? Может нам упереться сюда варить? Да мне кажется, она сейчас будет отпружинивать, Андрюш Да она идет Можно здесь еще согнуть? Ну и все, и хватит И хватит Нам надо ввести вместе Не надо там нам до посидения ее отправить Да, нормально, но все ровно Все, надо заваривать просто И подгибать, подбивать и все Все, иди сюда варить А что сюда? Надо отсюда варить Оттуда? Ты тут видел, что творится? Ты тут видел, что творится? Надо было показать Вон, видите, что там Там вот это все лопнет Это все было еще вывернуто в эту сторону Сейчас, короче, здесь провариваю Не знаю Надо как-то здесь, конечно, это все усиливать Но как только Я не представляю Тут по идее Надо к типу лонжерона кидать А там рулевая колонка, блин, мешает Там тоже вывернет? Там не так Знаешь, там надо что, Андрюш, сделать? Надо изнутри, из-под крыла Вон там угол Забить его обратно Он вырвался туда Да, я его выбил Вот этот вот Ну все, отпустили Смотрите вот По бутылку, видите, какой зазор Ну-ка туда наклоним назад маленько Нет, назад Знаешь, здесь жопа у машины Вот На полтора сантиметра опустилась Он же рон Ну потому что он был до этого Вплотную, да, мы вставляли Ну она ушла Там я, конечно, еще не доварил Это так, я только Слегонца Надо на тот теперь он желал Вот видите Ну, в принципе, она все вровень тут встала Да, здесь можно сейчас варить сверху, как ты говоришь Но нам пока здесь варить большого смысла нет Потому что надо оттуда косынку Изнутри будут установить Пока мы оставляем так Как бы лонжерон мы мало-мальски выставили, можно сказать Так, а что по крылу сильно ушло? Да нет, по крылу зазор норм Да вроде Не-не, так-то так Я имею в виду, вот подвели нормально Все, она вперед вот подалась Теперь давайте второй лонжерон Довонем Примерно таким же макаром Ну, этот меньше лонжерон В основном тот ушел Хотя там тоже есть вопросы Я не знаю, куда здесь давить Может быть, в середку подавить, как мы давили Сразу как бы два А куда больше? Можно в колонку попробовать Прям на нее поставить боковку Давай так попробуем Прям на нее Ну, вот здесь отошел этот фартук От кузова Вот, по идее нам сейчас передние стойки сюда давить Обе И двери как раз зазор появится сразу Вот что надо делать Вот оно что Просто море сложено Так, все, сейчас так оставляем Я сейчас там простучу просто металл Можно еще чуть-чуть подделать Давай, иди пищу Вот это, кстати, стойка расширилась Передняя стойка ушла немножко В принципе, здесь у нас вопросов по зазорам сильно нет Тут по стойке поправить Здесь само собой Шляпа шляпная Надо будет подгонять, вываривать, да? Не осталось закрываться, да? Тут вообще не закрывалась Она вот здесь в крышу упирается Крыша не дает сейчас Здесь она зайдет А все равно на переднюю стойку давать Ее надо вот сюда давать Что, пускаем? Ну давай, пускай, я держу Посмотрим, что у нас Что получится Ну-ка, чуть-чуть нажми Ну, пилен, капец, где-то Она не ушла на место Смотри Зазор-то здесь такой Стался, спались Значит, я думаю, пойдет Единственное, это-то все, конечно, хорошо Как нам теперь этот закрепленный результат Закрепить весь там? Ну как, надо вот его косины проваривать Вон там надо усиливать Кузов Тут видите, какая проблема Почему она вообще так искривилась Она не то, что там прогнулась Ее когда варили, днище И варили неправильно Тут по-нормальному Днище испорчено Здесь лонжероны надо Вытаскивать было Днище варили гнилое Лонжероны были просевшие Их так и приходи начали просевшими Поэтому сейчас вот так заламывалось Приходится Я думаю, сейчас пойдет Здесь у нас взор большой стал Все, как положено Давай выкатим, посмотрим Здесь надо отпустить Ну, главное, сейчас выкатим Ну, что получилось Ну, что-то еще стойку попробуем, да? Да, главное Ну, лонжерон она здесь А чего она нам стойка не мешает? Вперед ее? Она как-то раз этот лонжерон еще немножко придает Сейчас давай домград уберем Давай, наверное, сейчас лонжерон подаем Нам, по сути, там Как бы тут уже все пойдет Нам осталась вот одна дверь И все, можно заканчивать Современение Видишь, она намазит прям на стойку И здесь зазор Мы тут еще разрезаем, надо сказать У нас вот эта стойка сильно ушла Вот, может быть, сейчас мы едут стойку довонем Вместе со стойкой немножко подастся сам телевизор Вот в эту стойку Во вторую И вон туда можно упереться Вон Внутрь Короче, давай все, затаскиваем Так, вот так уперли Так, подожди, пока идет этот унитаз Ну-ка еще давай маленько Нет, стоп В нем этот унитаз Так, надо знать что попробовать Среднюю стойку давить я не буду Положить сюда брусок попробовать Еще Какую заднюю стойку Какую заднюю? Там арка, что там она вообще дохла? Тут надо как бы лонжерон давить Так, давайте посмотрим на геометрию Кузьего Ну-ка, Андреяна снимай Так, ну что, давайте пойдем как мы отсюда шли В начале видео, я думаю, вы видели зазоры, да? Ну, здесь сейчас само крыло Надо оно, видите, широкий зазор ставил Но будем крыло откручивать, выдвигать В принципе, здесь все отодвинулось по лонжерону Но эта сторона как бы не сильно В основном та сторона Тот лонжерон был выдавлен Здесь подверки я уже показывал В принципе, тут сам лонжерон надо Ой, стойку чуть-чуть переделать Тут как бы все нормально Так, по багажнику, конечно, будет лонжерон Показать В принципе, вот он, зазор Ну, там показываем, где, знаешь Сверху вот ровный, более-менее Ну, там, да? Ну, там будем расширять Разрезать Да, разрезать В принципе, у нас сейчас здесь остается Более-менее все по сварке В следующей неделе мы, наверное, будем Всю полностью варить А, ну, так же, жопу мы Что, сейчас ровнее жопу ставим? Здесь, что? Здесь будем уже подгонять сваркой Здесь нормальный зазор Здесь, конечно, маленький по стойке Ну, пойдет Эту дверку мы сделали Теперь Она более-менее не шоркает Открывается Но тут кое-какие нюансы Будем ее снимать Вот этот шарный дверь сгнил Болтается Вот этот угол я еще буду варить Менять как раз петли Кстати, еще петли на дверях надо будет Менять пальцы Крылья снимем Короче, еще работы будет много Не знаю, если вам будет интересно Капот Да, капоту Заснимем еще одну серию По капоту Помните, здесь какая была высота В принципе, сейчас все в допуске Ну, тут, если в маленьком Может, капот еще сам чуть-чуть кривоватый Он, походу, это Видишь? Сама форма капота Как-то не так чуть-чуть Или он все-таки Еще надо его вниз немножко Может быть, все-таки еще морду Но мы еще, я думаю, поиграем Все-таки с крыльями Маленько В общем, да, наверное, мы следующую серию сделаем Еще одну все-таки Все равно серию сделаем Уже по набору, так сказать, машины Уже будем все, когда уже собирать Все детали подгонять Перед шпаклевкой нам нужно будет уже показать вам Какие зазоры Наверное, серия еще выйдет Но я думаю, она не так быстро выйдет К концу следующей, наверное, недели Поэтому Ну, сами понимаете, тут все не быстро Тут очень много еще сейчас варки Там внутри надо варить все Всякие лонжерончики Это все там переваривать На водостоке В общем, очень много будет сварки Но я уже ее не буду показывать Какой смысл Поэтому Наверное, встретимся на следующей неделе Также хочу поблагодарить За ваши донаты За помощь в проекте Руслан Ну, мой подписчик У меня постоянно комментарии пишет Ну, активный зритель Дмитрий Денис Витальевич Дмитрий Геннадьевич Алексей Александрович Сергей Викторович Юлиана П Ну, как я понял, Плотникова Сергей тоже тебе привет Спасибо вам большое У них тоже есть свой канал Олег Анатольевич Такие Прислали нам донатики Теперь в нашем Как говорится Бюджете уже на победу Больше пяти тысяч Это очень хорошее нам подспорье Тем более Надо закупаться краской Ну, и всем остальными материалами Скоро мы поедем за краской Как раз я в город собираюсь Ну, и В выходные, наверное, выйдет как раз серия Про новую машину Как я вам и обещал Поэтому Не пропускайте Видео Кто и не поставил колокольчик Поставьте колокольчик Ну, и подпишитесь на канал Кто не подписан А на этом Всем спасибо за внимание И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok